Добрый день! Мне очень приятно представить вам человека, который откроет сегодня для вас красивый, живой, очень теплый и невероятно захватывающий мир лоскутного искусства. Именно искусство, потому что то, к чему приобщит вас Лада, это умение, вызывающее восхищение. Я познакомилась с Ладой Христенко год назад, когда заказала ей одеяльце для своей новорожденной внучки. За этот период, за этот год я стала счастливой обладательницей трех лоскутных одеял и чудо-юбки. Меня совершенно обаял этот человек и тем, каковы результаты ее творчества, и тем, как строится путь Лады. Лада из хорошо знакомой мне среды топ-менеджеров, успешный профессионал с двумя высшими образованиями, управлявший финансовыми потоками крупных корпораций, сделавший имя себе в этом мире, нашел силу и веру остановиться, выйти из системы, посвятить себя своей мечте. Какого дорогого это стоит? И недаром говорят в народе, что талантливый человек талантлив во всем, особенно тогда, когда дышит тем, что делает. Я искренне удивлена тем, что за такой короткий срок Лада заработала себе 22 тысячи подписчиков и больше двух миллионов просмотров ее обучающих роликов на Ютьюбе. Кто-то скажет, не цифры Ульбузовой, а я скажу и слава Богу. Лада Христенко – человек с золотыми руками, чрезвычайной чуйкой, очень мощной творческой силой и сердечной щедрости. Я убеждена в том, что вам с ней будет увлекательно и по-настоящему полезно. Ласкудное житье Ласкудное житье Волшебная формула ласкудного одеяла. Я Лада Христенко, мастер ласкудных одеял, создатель, продюсер Академии ласкудного шитья. Я получила 3707 вопросов по ласкудному шитью. Во-вторых, очень многие люди почему-то не могли попасть на вебинар в комнату, и на этот раз, я полагаю, мы сделали все, чтобы вы сюда попали. Я разбила все вопросы вебинара, которые вы задали, на 4 группы. Первая группа – это вопросы из серии «Кто ты такая, почему ты нас имеешь право учить?». Но прежде чем я скажу, кто я такая, почему я имею право учить, вот вы представьте на секунду, что вы за пару месяцев научились шить уникальные, раскутные вещи, что вы можете играючи воплощать в жизнь любую вашу творческую задумку. Когда ваши внуки крутятся, у вас говорят, бабушка, а когда ты сошьешь одеял ко мне? А дети говорят, ну, мама, ты даешь. Представьте, что вы можете улучшить свое зрение, здоровье, настроение. Представьте, что вы ездите на выставки и фестивали. Это так круто, вообще так круто. Тусуйтесь с себе подобными. Первая группа вопросов – это дотошные. Кто вы такая, почему вы должны вас тут слушать? Вторая группа вопросов – это группа неуверенные. То есть это люди, которые спрашивают, а я смогу заниматься лоскутным шитьем? А у меня получится? А у меня нет специального образования? Ой, боже мой, я не профессиональный технолог. Ой, боже мой, я не профессиональный швейник. Ой, у меня нет художественного образования. Спокойно на эти вопросы вам отвечу не я, а наши ученицы. Есть еще группа вопросов, которые называются решительные. Это люди, которые уже решились заниматься лоскутным шитьем, но спрашивают, от чего, собственно, нужно. И конкретные – это как пользоваться курсом, что я сошью, Если буду с вами учиться, то что я с этого получу? Итак, поехали. Кто я такая? Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Я родилась в городе Томске в семье радиоинженеров, которые работали на оборонку. Я закончила обычную нормальную человеческую школу. То есть я не родилась с лоскутным блоком в зубах, я вам клянусь как бы. И после школы, поскольку это были славные 90-е годы, я побоялась поступать в художественное промышленное училище имени Мухины и пошла на экономический факультет. Я сделала очень хорошую карьеру в должности экономиста. Я сначала работала начальником валютного отдела банка, потом проверяла нефтегазовые предприятия Сибири. Потом я уехала в Москву, попала в РАУ ЕС России, в департамент, в Центр оптимизации расчетов России и занималась реформированием энергосистем РАУ ЕС России. Из 72 энергосистем я была в 33 лично. После этого я работала директором по экономике и финансам Ивановской генерирующей компании, после этого директором по экономике и финансам Нижегородской генерирующей компании. Всем привет, кто из Нижнего Новгорода, из Иваново. Ну, а потом я работала финансовым директором международной фирмы «Инспекторат». Это фирма, которая занимается морским драфт-сюрвием. Вот это коротко про биографию, потому что она завершилась в 2013 году, моя карьера менеджера. Я написала заявление по собственному желанию, вследствие чего мои коллеги по работе до сих пор меня не понимают. Я ушла с карьеры менеджера в 2013 году, в конце года, и в 2014 году я уже столкнулась с Ириной Юрьевной Мухановой. Я встретила ее на одной из выставок по лоскутному шитью, и я поняла, что надо учиться. Я поняла, что это тот учитель, который вот как раз мне и нужен. Я пришла к ней уже в конце мая, уже был завершен весь учебный курс. Я сказала, ну, приходи в октябре, будем снова учиться. Я совершила совершенно ужасный поступок. Я легла на пороги ее офиса, сказала, что я отсюда вообще не уйду, никуда вообще, пока меня не начнут учить. Никогда так не делайте, пожалуйста. Ну, вот скажите, вот, когда люди хотят научиться, вот вы иногда же тоже испытываете такое состояние, что вот сейчас прямо учиться, и все. И Ирина Юрьевна сказала мне, ой, это дорого тебе обойдется. Это действительно обошлось в тысячу долларов. По тем временам большая сумма, это был 2014 год. Но я поняла, что дорого это было не про деньги, потому что две недели я со швейной машинкой, я со скутами не расставалась. То есть я утром приходила рано, меня Ирина Юрьевна учила, потом я уезжала домой, делала домашние задания до поздней ночи, а сдавала она немного. Один раз я заснула в обнимку со швейной машиной, но, тем не менее, через две недели я шила прилично, очень прилично как бы. Но однажды произошел такой случай, я вот что-то шью, и вот строчка крива, то есть я прикуски не держу. Кто понимает, да, скажите, понимаете. И я вижу боковым зрением, что Ирина Юрьевна видит, она стоит с утюгом в руках над гладильной доской, что я что-то там кашу, и у нее такое лицо, что она мне сейчас швахнет этим утюгом. И сейчас, когда я думаю, ну надо же, вот как вот так вот, что-нибудь можно скосячить, я вспоминаю этот взгляд. Вы меня понимаете, да? Дальше мне хватило наглости в 2015 году выехать на фестиваль в Суздале, где я представила свою работу «Весна священная». Я эту работу делала полтора месяца, по 10 часов каждый день. Там вот, кто видит сейчас на слайде, там девушки на фото, у них платья вот эти вот, я набирала из доскутиков не больше одного сантиметра квадратного. То есть там сумасшедшая работа. Мне она так нравилась безумно, все было так прекрасно. И в тот момент, когда объявляли призеров конкурса, я поняла, что ни гран-при, ни первого, ни второго приза я не получила. Я вышла из этого зала, хотела застрелиться сначала из дуэльного пистолета, но не было дуэльного пистолета. Потом хотела утопиться в речке, как Катерина из драмы «Гроза Островского». Она поняла, что в речке Каменка утопиться не удастся, там по пояс. 12 минут длится самой сильной эмоцией у человека. И через 12 минут ко мне подошел мой очень умный муж и сказал, «Лада, ты что переживаешь? Сколько ты работ привезла на конкурс?» Я сказала, «Три». Да, я заливаюсь слезами. Он спросил, «Подожди, а сколько твоих работ отметил жюри?» Я сказала, «Две». Ну вот они на фото, вы видите, как бы на слайде. Он говорит, «Подожди, твою работу «Весна священная» отправляют в Хьюстон. Она будет принимать участие во всех выставках. Твоя работа птицы, вот где дерево и птица, вошла в то плоскотное поле. Ты чего рыдаешь? Я так сквозь слезы как бы, ну мне не дали гран-при, я плачу». Он говорит, «Подожди, пожалуйста, твоя задача шить?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Ши». И после этого у меня начался вот такой момент, что я просто начала участвовать в выставках, шить работы на выставке, учиться дополнительно, где только могла. Вот там даже, видите, диплом по кройке и шитью получила, как бы, да. Я шила вообще везде, где могла, у кого могла, училась, как бы. Вот там даже слайд, видите, сейчас внизу, там я заснула в Индии вообще на ворхе ткани, кто-то меня сфотал. Вот вверху слайд, это вот я во Вьетнаме шью, на маленькой швейной машинке. Вот я в Индии. То есть я очень много посмотрела, постаралась все, что можно объездить. И вот в Юго-Восточной Азии, это все-таки место, где производят очень много текстиля, да. Я вот стала очень хорошо понимать в текстиле, ну и так далее. То есть вот еще всякие выставки, вот какая-то публикация в газете там про меня. То есть много-много пошло всего. И меня спрашивают, ну а сколько ты работ шила? Вы знаете, я считаю только крупные работы. Ну то есть крупные – это одеяло, либо большое панно, либо, ну, плед. Вот крупных работ я насчитала у себя, ну вообще я пишу 350, но на сегодняшний момент их 364, этих работы, как бы. Они достаточно все такие разные очень. Поэтому на вопрос, кто вы такая, что вы тут делаете, я, в принципе, ответила, как бы. И вот в тот момент, когда я начала очень много шить, вообще есть такое понимание, что чтобы достичь профессионализма, человек должен шить 10 тысяч, ну не шить, а что-то делать, заниматься какой-то деятельностью, 10 тысяч часов. И вот эти 10 тысяч часов, это надо шить 100 дней, в 100 дней, тысячу дней подряд по 10 часов в день. Это примерно два с половиной года. И вот как ни странно, с того момента, как в 15-м году я получила как бы такой, ну, такой моральный удар, что мою работу не взяли на конкурс, вот все это время я непреревно шила. В конце концов, к концу 17-го года я стала делать мастер-классы. Вот вы видите на слайде, участники наши доблестные мастер-классов тут, да? И вот однажды случился такой момент, что я пришла домой, и на бумажке в клеточку, написала, я просто написала мысль, которая у меня в голове крутилась давно. Я считаю, что наши женщины талантливы, очень талантливы. Я не говорю, там, русские женщины, украинские женщины талантливы, белорусские. Наши женщины очень талантливы. И я хочу помочь каждой из них создать такое лоскутное одеяло, которое станет фамильной ценностью и частью истории ее семьи. И вот вы знаете, когда я это написала, вот мне покатило. То есть буквально в течение там полугода я пришла обучение там, как открыть интернет-академию. Я пришла к Ирине Юрьевне, Ирина Юрьевна уже сказала, уже давайте все, как бы хватит уже. Народ хочет учиться. Почему они, сидя в Красноярском крае, должны как бы вот, не могут учиться нормально? Почему они не могут учиться у нас? Давайте откроем академию. И мы создали курс «Ремесло». По признанию Академии интернет-предпринимательства, у меня где-то тут даже статуэтка стоит, вынанная Академия интернет-предпринимательства. Курс «Ремесло» считается самым сильным курсом лоскутного шитья на русскоязычном пространстве. И вы учите шить красиво, легко, правильно. Можете шить для своей семьи, родных, близких. Вы можете создавать востребованные лоскутные вещи на продажу. И вы можете, наверное, что самое главное, в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Конечно, все курсы, которые мы с Ириной Юрьевной записали, мы защитили авторскими свидетельствами. Вон они там на фотке. Это авторское свидетельство на курс «Клач». Это авторское свидетельство лично Ирины Юрьевны на курс «Ремесло». И это свидетельство на видеокурс «Ремесло», где мы являемся с Ириной Юрьевной, с авторами. И хочу вам сказать на самом деле, что лоскутный шитья. Есть мастер в Иваново, Марина Толупова, мы с ней хорошо знакомы. Она однажды давала мне интервью по Суздуль. Она сказала, «Лоскутное шитье – это космос!» Так вот, лоскутное шитье – это творчество, креатив, свободу, самореализация и заработок для тех, кто этого хочет. Я вам говорила про четыре группы вопросов. Вторая группа вопросов – «Смогу ли я? Получится ли у меня? Такие красивые одеяла? У меня ни за что, ни за что не получится». Почему такие вопросы вообще возникают? Потому что у нас в голове на самом деле очень много психологических комплексов, вот именно психологических. Я не смогу, у меня руки не оттуда растут. Я не знаю технологии шитья, у меня нет профессионального швейного образования. Ой, я не умею подбирать ткани, у меня нет художественного образования. Ой, я вообще не знаю, с каких тканей шить. Ой, я хочу научиться, но я живу в Петропавловске, Камчатске, у меня нет возможности ездить в живую школу. У нас нет нормальных учителей. Ой, у меня нет времени, я работаю на двух работах, живу в жёстком графике. Ой, я не знаю, где взять нужные инструменты. Ой, я живу там-то, там-то, нет нормальных учителей у нас, и денег нет на курс, а хочется этим шить и зарабатывать, но не знаю как. Вот это основные трудности, которые я от вас слышу. Давайте на ваши вопросы буду отвечать не я, будут отвечать наши ученицы, которые уже учились и продолжают учиться в Академии на скучном шитья. Вот посмотрите, это Анжелика Бергева. Она из Заполярья, из Норильска. Как вы видите, у ней на коленках лоскутное одеяло, её самое первое лоскутное одеяло, которое шила она сама. У нас просто есть такое правило, после окончания начальной школы люди пишут сочинения. Вот она самостоятельно, Анжелика, искала в интернете мастер-классы. Очень неудобно. Там одно, там другое, там третье. Всё-таки пошла в Академию лоскутного шитья, в интернете нас нашла. Сейчас шьёт вещи себе и на заказ. Смотрите, кто ещё у нас есть. По-моему, это Ольга Паршина. Между прочим, не художник, не швейник, она госслужащая как бы. Посмотрите на ту очаровательную девушку. Это первое одеяло Ольги Паршиной. Ещё раз повторяю. Смотрите, какие умные слова она написала. «Прочитав книгу по кулинарии, не станешь хорошим поваром». Теория оставалась в теории. Ольга поняла, что нужно учиться системно и пошла в Академию лоскутного шитья. И вот в отзыве она пишет, что она довольна тем, что получаешь не стопку бесполезных образцов, а полноценное готовое изделие. Что у нас ещё по лоскутному шитью? Это у нас прекрасные холмогоры. Это у нас Ирина Пьянкова. Холмогоры – это там, откуда Ломоносов пришёл учиться. Вот смотрите. Тоже видите фотку? Она уже со своим лоскутным одеялом. Скажите, ответ на вопрос, могу ли я с нуля шить лоскутное одеяло? Получили? Что пишет Ирина Пьянкова? Увлекли видеоуроки по лоскутному шитью. Стала по вечерам шить лоскутные блоки из старой одежды. Пошила первое одеяло, пробовала шить фигуры на ткани. Поняла, что не хватает знаний. Нашла Академию лоскутного шитья. Нас обычно находят на Ютубе. Вот набрать на Ютубе Академию лоскутного шитья. И все вывлится. И пишет так интересно. Боялась записаться. Думала, что это развод на деньги. Думала какое-то время. Но потом все-таки решилась пойти. Оказалось, что это не развод на деньги. Одеяло нашила уже не первое, кстати, вот на сегодняшний момент. В голове появилась масса новых идей. И захотела вести кружок лоскутный у себя. Это просто клево. Смотрите. Значит, кто у нас еще там дальше из наших замечательных девушек? Это у нас Ирина Серегина. Между прочим, инженер-механик. Она переехала, живет сейчас в Подмосковье, в Орехово-Зуево. Туда переехала из Риги после развала Союза. Она такое одеяло барджело шила, закачаешься. И когда она нашла Академию, она решила сразу покорить две ступени, начальную и среднюю. Ни минуты не пожалела об этом. И пишет, смотрите. Кажется, что сидишь напротив, и мастер показывает и рассказывает только для себя. В момент вы учитесь у лучшего мастера России Ирины Юрьевны Мухановой. Полученные знания и приемы лоскутного шитья вывели мои работы на совсем другой уровень. Я научила шить не только красиво, аккуратно, но и технически правильно, а следовательно быстро. Получены новые знания. Радую родных и близких красивыми изделиями. Елена Анатольевна Богатырева. Любовь моя. Учительница музыки. Четверо детей, шестеро внуков. Она шьет одеяло детям и внукам своим. И это ей принадлежит бессмертная фраза, которую я себе записала. Пока всем не сошью по два одеяло детское, теплое и легкое, помирить не имею права. Но надо сказать, что сейчас внуки уже обзавелись семьями, поэтому шить и шить, Елене Анатольевне перешить, здравствовать на долгие годы, что называется. Вот Любовь Кузнецова из Нового Уренгоя. Бухгалтер в строительстве. Появилось чувство свободы. Я научилась делать вещи, о которых раньше даже мечтать не могла. Вот ее диплом уже средней школы. Это Света Быкова из города Мышкина. Света в сочинении написала потрясающую историю, что в детстве она очень любила что-нибудь шить куклам. И на это однажды даже изрезала мамину кофточку. А город Мышкин, это, так сказать, очень надо непростой город. Во-первых, Света искала, где учиться. Я ослабленная шла мастера Елену Сергеевну. Елена Сергеевна рассказала, что есть такой лучший мастер России, Ирина Юрьевна Муханова. И вот однажды у меня по телефону раздался совершенно бешеный звонок. Позвонила такая очень странная девушка и сказала, у вас еще есть места в академии? Я говорю, есть. А вы меня запишите? Я говорю, да, пожалуйста, запишу. А точно Муханова преподает? Я говорю, да. Вот так я столкнулась со Светой Быковой из города Мышкина. Вот Татьяна Суржикова. По профессии медицинская сестра с 40-летним стажем. Очень ей нравились лоскутные одеяла. Она все ходила кругами. Ну, как это делается, был большой секрет. И когда она все-таки попала в академию, сшила лоскутное одеяло, как бы, ну, сейчас уже тоже не первое, как бы, восторгу нет предела. Радости и восторгу нет предела. Буду продолжать. Мне очень нравится. Ирина Голубева. Это ученица четвертого потока Академии лоскутного шитья. Ирина Голубева вообще молодец. Она проучилась в начальной школе и сшила работу птица. Вот видите, синяя такая птица. Суздаль на лоскутное поле. Вообще честь и хвала человеку. Все, сшила основу лоскутного шитья. Спокойно дала работу на лоскутное поле. Это человек без, как вы спрашиваете, профессионального образования. Ничего за ней не стоит, каких-то вот таких вещей. Вот что вот, ой, я там училась там-то, там-то. Смотрите, человек берет и шьет. Вопрос. Кто хочет стать моей следующей историей успеха? Кто хочет так же, как Ирина Голубева, так же, как Елена Анатольевна Богатырева? Кто хочет, как Татьяна Сружикова? Коротко, смысл. По второму вопросу. Ой, смогу ли я? Анализ типовых ошибок. Ошибка первая, типовая. Ой, я училась там по мастер-классам разным с Ютуба. Ошибка начинать без учителя. Знаете, есть такая пословица. Когда ученик готов, приходит учитель. Сейчас у нас учитель лучший мастер России Ирина Юрьевна Муханова. Это то, что надо. Ошибка вторая. Идти без четкой методологии. Очень часто мне пишут девочки, мы сразу пытаемся делать сложные вещи. Не надо. Надо начинать. Я вам покажу буквально через несколько минут. С чего надо начинать? С блока диагональная полоска. Еще одна ошибка. Это полагать. Ну, я уже тут говорила, что надо как минимум высшее художественное образование иметь и знать специальные термины. Ничего подобного вам знать не надо, потому что все вот эти навороты, допустим, цвет бедра испуганной нимфы, да, там грязно-розовый, допустим, это вот не надо ничего вам это знать. Спокойно двигаемся с тем, что есть. И вы знаете, как ни странно, ошибка избегать участия профессиональных сообществ. Вот у нас участь, как бы вы получаете доступ в профессиональное сообщество, как бы. Знаете, есть такая пословица, «Таблон бежит, и я бегу». Вот это как раз то самое, как бы, потому что просто вот очень многие писали, что смотреть еще параллельно, как другие что-то шьют, а вы можете там у нас на учебной платформе видеть домашние задания, как бы. Это очень клево просто. Третья группа вопросов, это группа вопросов, которые задают уже такие решительные люди, вот что надо для лоскутного шитья. Для лоскутного шитья нужны инструменты, сейчас я скажу, и швейная машина, ткани утеплителя, нитки подкрывать, и знать волшебную форму лоскутного одеяла. Я очень много про нее рассказываю. Это топ-утеплитель, подклад, умножить на сэндвич, плюс стежка и окантовка. Инструменты. 50 лет назад японцы изобрели роликовый нож для резки ткани. Сейчас у вас на картинке три таких ножа. Один маленький, 28 мм, второй средний, 45 мм, и третий – это большой, 60 мм. Самым общеупотребительным ножом является нож 45 мм. Он везде продается, как правило. Но скажу вам одну вещь. И года три тому назад я говорила с Викторией Ильичевной-Тучинской. Это очень известный мастер, музыкант. Вот она мне сказала, слушай, ладно, я режу ножом 28 мм. Мне нравится больше. Хочешь попробовать? Я купила себе нож 28 мм. С тех пор я режу, ну, почти всегда, только им. Я не знаю, почему. Ну, вот, наверное, физики, кто профессиональный, мне скажет. Лезвие намного меньше тупится, и нож гораздо удобнее. По-хорошему, как бы, 45 мм – это нож, который закрывает все ваши потребности. 28 мм – прекрасно, но его не везде можно купить сейчас. Нож 60 мм. Вам не думаю, что когда-либо понадобится, потому что это нож, чтобы резать очень много слоев ткани. Значит, подруга дискового ножа – это линейка. Вот две линейки. 60 на 15 внизу, и линейка 45 на 10. 98% всех ваших потребностей закроют эти две линейки. А мы переходим к матам. Мат – это резиновый коврик. Еще он называется коврик для пэтчверка. Это мат, по которому раскроенным ножом вы режете ткань. Маты бывают большие, средние маленькие, и совсем маленькие никому не нужны. Значит, идеальный вариант, идеальный случай – это мат 90 на 60 см. Это прекрасный раскроенный мат. И если вам место позволяет, сразу покупайте этот мат. Где можно купить? На Озоне, на Юле, как бы во всех интернет-магазинах как бы все эти маты замечательные есть. У нас он есть в нашем магазине самовывоза, но, к сожалению, мы не отправляем их в другие города, потому что ломает почта их. А вот Озон как-то так упаковывает зверски в какие-то коробки, что все-таки не ломает. Второй тип мата – это 60 на 45 см. Ровно в половину меньше, но удобные. Почему 60 на 45 см? Потому что линейка помещается длиной 60 см. Вот почему. И, как правило, ткань у нас шириной 110 пополам складываем, получается 55 см. Как раз вмещается на этот мат. Ну и мат уже такой поменьше, как бы для совсем-совсем таких случаев каких-то экстренных, 45 на 30 см. Значит, кто спрашивал про ножницы, ножницы нужны. Это должны быть хорошие, портновские ножницы. И этими ножницами вы ничего, кроме ткани, никогда не режете. И вот цельнометаллические булавки. Это советские, старого образца булавки из хорошей стали с металлическими, смотрите, головками на фото. Никакие булавки там с пластиковыми головками там и еще что-то там. Пожалуйста, не берите, не тратьте ваши деньги и пожалейте вашу швейную машинку. Потому что при столкновении вот с этими булавками швейная машинка, скорее всего, игла швейной машинки с нее соскальзывает, как бы, ну, в 90% случаев. И машинка идет дальше. А вот на вот этих импортных булавках либо машинке игла ломается, либо булавка ломается. Поэтому пожалейте свою машинку. Переходим сейчас к швейным машинам. Очень многие у меня спрашивают, на какой швейной машине шить пэтчворк. Их очень много марок, хороших, дорогих. Вот швейная машина Браза и Новиску С1000. Замечательная, прекрасная японская швейная машинка. Специально подстраивается под пэтчворк. Куча всяческих операций, вплоть до автоматического выметывания петли. Специальный столик широкий для лоскутного шитья. В этой машинке плоха только цена. На сегодняшний момент я видела последнюю цену. 150 тысяч и выше. Смотрите, для лоскутного шитья на 98% операции нужна только прямая строчка. Для свободной ходовой стежки нужна только прямая строчка. Для сшивания лоскутов нужна только прямая строчка. Вот машина, у меня уже вторая Juki TL Perfection. Вот почему вторая? Потому что в 2014 году я первую такую машинку купила. И помните, что я сказала, что я шила по 10 часов в день. Я ее гоняла по 10 часов в день. Вся ходовая часть у них в прекрасном состоянии. Сдох мотор. Я ее понесла в мастерскую. Мне сказали, слушайте, а у вас почему ресурсы мотора выработаны? Я говорю, ну, я все время шью. Они говорят, ну, знаете, мы сейчас вам поменяем вот это, вот это еще, какие-то еще. Ну, полгода еще максимум протянет. Но доблестная Juki протянула еще год. И вот только буквально месяц назад я поменяла вот эту машинку, а та прямо цела ходовая часть. Если хотите покупать другие машинки более дешевого класса, ну, по-честному, ищите прямо строчки. Потому что все эти навороты, там такая петля, сякая петля, там звездочками вышивают. Это вот совершенно, ну, я считаю, пустая трата денег. Вот эта машинка Juki, я ее покупала в свое время тоже за 40. Сейчас она стоит в магазинах. 100 тысяч. Какие ткани нам нужны для петчверка? Меня спрашивают, можно ли шить и старых тканей, можно ли там шить там из джинсов. Сейчас я все отвечу. Значит, есть специальные ткани для петчверка. Вот они на фото. Значит, это хлопок 100%. Только три страны производят эти ткани. Их производят в Южной Корее, в Японии и в США. Южная Корея производит эти ткани хорошие, достаточно дешевые и качественные. В последнее время качество Южной Кореи растет, и мне вот прямо нравится их ткань. Япония – изысканные, тонкие, очень качественные ткани, изысканных таких серовато-зеленых всегда почти что оттенков, такие вот очень качественные ткани. Ну, сейчас они, я видела в мире шитья. Около двух тысяч рублей за метр. В США ткани толстоваты, но в США делают хорошие дизайны панели. Это Kaufman, Tymes, Tresos и другие фирмы. Значит, у хлопка для петчверка ширина всегда 110 сантиметров. Всегда 110 сантиметров. А плотность – 125-140 грамм на квадратный метр. Что это значит? Это значит, что 5 метров ткани весит примерно килограмм, по-простому говоря. Плотное переплетение, вот не римчка такая, а плотное переплетение. Они плотные, пластичные. Эти ткани устойчивы к выгоранию из носа и декотировать. Ну, то есть, грубо говоря, стирать, там, пускать в горячую воду. Их перед работой нет необходимости. Вопрос всегда есть, можно ли использовать старые вещи. Вообще, на самом деле, ну, на одеяло по-честному можно использовать до 30% так называемых старых тканей. Но эти ткани, естественно, должны быть прочными. Вы должны им сделать тест, крыш-тест. То есть, если ткань легко рвется под усилием, как бы, то все, это вам всегда не надо. Значит, где найти старые ткани? Значит, первое, что вы делаете, пишите список всех лиц, у которых могут быть закрова Родины. Это не только ваши антресоли. Это ваша мама, это ваша сестра, это ваши подруги. Короче, все закрома Родины, которые только можно, вы вытрясаете. Значит, и даже некоторые секонд-хенды, там есть хорошие рубашки хлопчатобумажные, тонкие. Из всего того богачества, которое вам сбросят ваши родные и близкие, своих закромов, вы отбираете ткани 100% хлопок тонкого, но плотного переплетения. Мужские рубашки хорошие, как правило. Джинсы нам тоже на особый проект подойдут тонкий лен плотного переплетения. Синтетика крепления органза только в экстренных случаях с закреплением на основе. И перед шитьем обязательно декатируем и проверяем утюгом. Так, нитки из полиэстера. Самые хорошие нитки, они прочные, термостойкие, в большой намотке, 2,5 тысячи метров, без сосулек. Что это значит? Вот нитка хлопковая, на ней, знаешь, если ее вот так вытянуть в длину, на ней, если вы видите, такие сосулички висят хлопковые. Это очень плохо, потому что на машинке, как правило, это дает замолк нитки. Нитка либо рвется, либо заматывается. Оптимальная, конечно, фирма Мадейра, вот нитки, вот здесь вот на фото нитки для стежки и для шитья, для оверлока, и для нижней нитки, и для верхней нитки. Вот в последнее время я перешла вот именно на такие нитки. Они в большой намотке и получаются дешевле, чем покупать вот эти мелкие катушки. Вот в свое время, 6 лет назад, на заре моей, так сказать, творческой карьере, я сшила чехлы для подушек из ткани для пэтчворка и помешала их с тканью бязь советской. Вот прямо фотка смотрите, потому что, когда я показываю это живьем, как бы, люди говорят, плохо видно. Бязь за 6 лет, ну, сидушки для стольев, вы понимаете, чем терлись об эти сидушки, как бы, вот за 6 лет она и стерлась до дыр вообще. А ткань для пэтчворка, вот она как стояла, так и стоит. Поэтому, если хочешь что-то объяснить людям, покажи. Вот, пожалуйста, реальность, можно ли использовать российскую постельную бязь. Значит, очень часто меня спрашивают, чем утеплять лоскутное одеяло. И, как правило, все говорят, о, у нас продается синтепон за 70 рублей в метр, я сейчас его куплю. Давайте разберемся в следующем. Значит, синтепон, это синтетический, полностью синтетический материал, который изобрели в химических лабораториях в 40-х годах 20-го века. То есть, примерно в 1939-м, там, 1943-м. Вообще, синтепон первые активно внедрили японцы, потому что они были на тот момент технологичной стороной, как бы. И у нас все-таки осталось впечатление, что синтепон – это хорошо. Синтепон изготавливают тремя способами. Термическим, механическим и клеевым. Термический – это при помощи высокой температуры, несколько слоев волокон переплетают между собой. Термический синтепон – это евросинтепон. Он дорогой и качественный. Стоит он порядка 750-850-900, ну, в зависимости от наглости магазина. Ну, то есть, от 700 до 900 рублей за погонный метр. Есть еще два синтепона. Это механический. Вот механический синтепон я встречала в термостежке, как бы. Он не сильно вредный, но вот про клеевой синтепон это я вам скажу только матершинными словами, извините меня. Во-первых, технологии синтепона не сертифицированы. Во-вторых, из чего его делают? Отделают синтепон из пластиковых бутылок и расплавляют их. И вот если вы видите в магазине за 70 рублей серо-желтый, грязно-зеленый или там грязно-коричневый синтепон такого цвета, это точно синтепон, который сделали из этих бутылок. Причем, на какой радиоактивной свалке эти бутылки валялись, как бы, ну, подумайте сами, да кто это все проверяет? И сейчас я вижу в прессе, с записью, что попадаются в этом синтепоне токсичные смолы, если вы хотите шить одеяло из такого синтепона ребенку, я вас заклеиваю, пожалуйста, не надо. Вот прям очень прошу, как бы. Ну, воля, конечно, ваша. Итого, технология производства синтепона не сертифицирована. На другом полюсе шкалы стоит тинсулейт. Просто у меня папа занимался космосом, и я по опыту знаю, что то, что сделано для космоса, это вот супернадежно, суперпроверено, супертехнологично. Производство тинсулейта сертифицировано. Тинсулейт сделала для астронавтов потом еще пять лет проходил всячески зверские испытания вплоть до выхода в открытый космос. Он очень быстро вышел в продажу, как бы. Сначала самые крутые ребята сборной США по фристайлу были в тинсулейтовых куртках, потом это все очень быстро перешло за океан, там еще канадская полиция, потом все, кто с мокрым связаны там, то есть где постоянно надо быть сухим, вот все эти ребята про тинсулейт все очень быстро поняли. Почему? Потому что тинсулейт, он влагу себе не удерживает, в отличие от синтепона, наоборот, ее отторгает. Для нас-то чем хорошо? Одеяло быстро сохнет, как бы, да, и оно всегда легкое, пухлявое, как бы, и так далее. Тинсулейт гипоаллергенен, все, что для космоса, гипоаллергенен, безопасен, негорючий там, и вы знаете, есть еще такая вещь в тинсулейте, вот у него слой, вот этот верхний, он, посмотрите на фотку синтепона, он такой мохнатенький, а тинсулейт у него верхний слой как бы прижарен чуть-чуть. Что происходит? Если вы шьете одеялко это вот волосики вылазят как бы наружу из этого синтепона, а вот у тинсулейта верхний слой это называется каландрирный. Тинсулейт полтора раза теплее гагачьего пуха и на 25% легче самого легкого меха. Итак, штапель. Штапель мы используем на подкладку лоскутных одеял. Чем нам вообще интересен и полезен штапель? Штапель изготавливают из вискозы. Это полезная елка. Даже если вы покупаете южнокорейский штапель, ну скажите, пожалуйста, откуда южнокорейцы дорогие везут в вагонами елку? Конечно, из наших сибирских лесов. Штапель пластичен. Он очень устойчив в окраске. Штапель антибактериален. Понятно почему? Потому что его делают из елки. И в штапеле не заводятся ни вот эти грибки, ни патогенные микробы. Ничего, 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 ничего. И на лоскутные одеяла лучше всего использовать штапель вот как вы сейчас смотрите на фото хаотической расцветки. Почему? Потому что эта расцветка очень выгодна, удобна нам при стежке. Значит, четвертая группа вопросов. Это вопросы конкретных людей, которые спрашивают. Значит, что я получу, когда начну учиться у вас? Вы получите первое, лучшего преподавателя России Ирину Юрьевну Муханову. Ирина Юрьевна, методолог, автор девяти книг по лоскутному шитью, представитель член жюри российских и международных выставок и конкурсов. Где только не была со своими работами, но самое главное Ирина Юрьевна, достоинства, она умеет по-человечески, нормальным языком, четко все объяснять. Так что понятно. Почему? Потому что у Ирины Юрьевны, прости господи, за 29 лет, идеально выстроенная методика преподавания, позволяющая научиться с нуля до профи. И у вас, вот смотрите, сейчас же можно учиться по интернету, и у вас с Ириной Юрьевной просто возможность обратной связи. Вот вы делаете домашнее задание, и она лично вас проверяет. Я вас уверяю, это очень дорогого стоит. Вы можете учиться прямо у себя дома. Не надо никуда ездить без трезобий, с долгих поездок, без потери времени. Дома у себя на любимой, понятной, родной вам швейной машине. Вы можете учиться тогда, когда удобно вам. Вот пришли, допустим, если вы работаете, пришли вечером с работы, спокойно сели, поужинали, пошили, сколько нужно. У нас есть люди, которые уроки пересматривают по нескольку раз. Ну, хоть сто раз можете пересматривать. Вы получаете простую, понятную вам наглядную систему изложения. Вот не как вот сейчас современные дети. А, нажми туда, нажми туда. Все понятно, все четко, все разложено по полочкам. И что самое главное, вот по итогам учебы в Академии вы шьете не бесполезную стопку образцов. Смотрите на фото. Вы по итогам курса ремеслов шьете как минимум два лоскутных одеяла полноценных и еще три утилитарных вещи. Там сумка, наволочка там и, значит, бонус смальта. Система стоп-уроков, позволяющая последовательно, четко, систематично делать домашние задания, пошагово проходить обучение. Это клево. Она позволяет четко, систематично делать домашние задания. Все хвалят эту систему. Как правило, часто люди хотят продолжать и спрашивают, что дальше. Вот у нас есть курс ремеслов, начальная и средняя школа. После этого вы можете идти в бакалавриат. Там есть курс квадраты. И удивительные приключения лоскутных квадратов. Это когда мы учимся шить, я извиняюсь, из-за шметков вообще, из всего, что осталось. И есть курс цветоведения. Это та проблема, которая всех волнует. Как подбирать цвета, как подбирать нужные ткани. Вот этот курс цветоведения. Ирина Юрьевна уже задумала и собирается писать. Я знаю, что уже пишет там наметки. Курс лоскутных картин, но это высшее, вот просто супер, это уже аспирантура. И у нас есть еще небольшие тематические курсы по шитью одеял. Вот смотрите, дополнительные вещи, которые вы можете шить по курсам нашим ремеслов. Как правило, если вы берете там курс ремеслов, вы можете шить юбку, ГД, можете шить подушку крымские маки, можете шить клач. Посмотрите, вот там в глубине рюкзак нашит и там блок ананас. Сумку, коробку, хозяюшка. Вот это все вы спокойно шьете, когда вот проходите наш курс. Ольга Матюшина, инженер-конструктор. Шила вот с нами все эти удивительные лоскутные вещи. У ней как бы вот очень Ольге очень такие аналитические способности как бы, да? И она просто проанализировала, что ей понравилось в курсе. Она написала, Ольга, во-первых, важен профессионализм преподавателя, хорошая организация обучения, простота, удобство, пользование платформы. Нет привязки ко времени. Никто никого не гонит, не торопит. Как бы вы идете в своем режиме. Ей очень нравится, что можно установить версию обучающей платформы на смартфон. Результат одеяла своими руками, знание шитья по-правильному и даже не страшно участвовать в конкурсах. Как построено обучение? Вы заходите на учебную платформу, выполняете все уроки каждого модуля. В уроке, я еще раз повторю, есть видео, которое нужно пересматривать, можно пересматривать хоть сто раз. Есть текстовое описание, что вы делаете прямо текстом. Есть схемы и фото и домашние задания, которые нужно выполнить. Давайте посмотрим в конкретику. Вот вы заходите на учебную платформу и вы выбираете курс ремесло. Вы заходите в курс ремесло. У нас тут есть программа курсов. Средняя школа, начальная школа есть. Есть еще вот магазин. Это когда ткани надо купить, чтобы шить. Как бы сделан специально для наших учащихся. И вот вы зашли, допустим, в первую часть. У вас тут идут уроки. Вот это уроки первой части. Тут есть частично там организация, подготовка. И вот начинаются, вот смотрите, два нижних уже уроки. Диагональная полоска есть и технология базовых мозаичных узоров колодец. Вот смотрите, урок, колодец как бы, да? Значит, и вы здесь смотрите видео, читаете текст, да? Изучаете схемы, примеры, как все это делать. То есть, все технологично. И выполняете домашнее задание. Вот вам пример готового блока фото. Вот домашнее задание. Домашнее задание сдаете. И по домашнему заданию вам дают обратную связь. Ну, на самом деле, как бы система комфортная. То есть, вы можете скрыть свое домашнее задание, если хотите. Ну, как правило, никто не скрывает. Наоборот, сейчас еще такая, такая тренд возник. Девчонки, кто у нас учится, они между собой еще переписываются, тусуются и спрашивают, «А как ты это сделала? А как ты это сделала?» Возникает такое сообщество единомышленниц, людей, которые тебя понимают, которые тебя поддерживают, которые любят то же самое, что и ты. На самом деле, вот в наш век вот этой общей разобщенности, это как-то вот, это дорогого очень стоит на самом деле. По итогам курса вы получаете, если вы прошли начальную школу, это 4 модуля, 24 урока, вы получаете диплом начальной школы, вы получаете лоскутное одеяло, детское, вон оно на заднем плане, беленькое, 110 на 140 сантиметров, а вот когда вы заканчиваете среднюю школу, это 6 модулей, 38 уроков, вы получаете диплом, и вы шьете вот такое лоскутное одеяло, кстати, вот оно сейчас за моей спиной на заднем плане, и помимо вот этих замечательных всех дипломов, вы еще получаете вот эти всяческие, красивые, дополнительные бонусы, это все вам, если вы единовременно там покупаете курс, это совершенно бесплатно, все. Очень часто спрашивают такой вопрос, как лоскутное шитье влияет на здоровье, как оно влияет на там мои заработки и на отношения. Ну, на самом деле, вы знаете, у большинства из нас все-таки есть дети, как правило, дети уже большие, и внуки. Вот, допустим, пример, у нас есть курс по созданию ланчмата, вот видите, он на фоточке там внизу, ланчмата из квадратиков в 6 на 6 сантиметров. Вы вообще понимаете, что это вот с детьми это просто идеально хорошая деятельность, при том, что с людьми практически любого возраста, от трехлеток до подростков. Между прочим, чтобы вот этот кусочек ткани ребенку в руки взять, надо очень много, как бы с мелкой моторикой очень много проблем. Извините, у меня центр стратегического мышления и центр мелкой моторики в мозгу рядом. Это значит, что вы способствуете развитию у детей стратегического мышления. Понимаете? Это очень важно, как бы, потому что, ну, посмотрите, что они сейчас с планшетами туда-сюда, как бы. Еще есть такой момент про формирование семейной истории. Вот вы понимаете, лоскутное одеяло, если оно сшито из хороших тканей, оно живет, ну, 40-50 лет. Вот вы понимаете, что вы внучке, Машеньке дарите лоскутное одеялко, да? И пишите, вот этикеточка, смотри, на оборотке штапеля, там, Машеньке, там, от бабушки Светы, Машенька, вырасти твой дед замуж, одеялко-то ее, она его заберет с собой, правильно? И уже года через четыре, как ребенок родится, ее дочка там, Светочка там, или Ирочка, как бы, они же дети внимательные, она посмотрит, там, этикеточка, лоскутное одеяло, спросит, мама, а кто такая бабушка Света? Мама ей расскажет, что вот это моя бабушка, она мне подарила одеяло, как бы, 40-50 лет, а вот внучка еще отдаст правнучке, вы понимаете, что нет способа жить вечно, мы не изобрели его еще, в наших подарках, как бы, в наших, мы можем жить в наших детях и внуках на самом деле. Вы знаете, вот сейчас перед вами письмо, Инесса Рыбальченко живет в Севастополе, ну, там, по всяким внешним причинам внезапно в 50 лет стала пенсионеркой, как бы, с инвалидностью, это все ужасно, как бы, швейного образования не было, как бы, ну, вот, начала вязать, начала случайно смотреть, лоскутный эфир у нас на Ютубе, ну, все смотрела, смотрела, потом стукнула, увидела сумку-коробку, хозяюшка, у нас эфир такой был в руках Ирины Юрьевны, и сказала, все, надо научиться этому, ребенок с ней, сын сходил в магазин, купила нож и мат, и все, понимаете, человека, депрессняк пропал, значит, жизнь какая-то появилась, близкие просто все рады, столько позитива, как бы, ну, она пишет, ну, вот ее одеялко на фото, она пишет, ну, я стала ужасной, ужасной хвостушкой, потому что всем показываю свои творения, ну, и слава богу, Инесса, и дальше показываете, как бы, достаточно эффективно происходит улучшение мелкой моторики, кстати, это касается не только детей, но и вас, потому что нервные клетки оказываются восстанавливаются, еще я хочу сказать вам про видеоэкологию, что такое видеоэкология, российский ученый Филин в 80-х годах написал, что при взгляде на гомогенные визуальные поля, автострады, бетонные заборы, глухие стены, белый лист бумаги, глазу не за что зацепиться, из-за этого ослабевает зрение, вот даже пример, вы наверняка знаете, что у детей, выросших в городе, всегда зрение хуже, чем у детей, выросших в сельской местности, Филин пишет, что это зрительные окады, как бы, вот это все ослабевает, про Альцгеймера, про здоровье, Маргарита Терехова, да, ну вот, кстати, вот она, когда снималась в Миледи, помните, в «Трех мушкетерах», мы все помним, прекрасно красавица, как бы, да, и вот Маргарита Терехова сейчас, у нее болезнь Альцгеймера, вообще не доказано, что лоскутное шитье препятствует болезни Альцгеймера, но, как правило, люди творческих профессий, художники, вот они Альцгеймером почему-то не болеют, ни Питер Пауэль Рубинс, ни Рембрандт, ни Леонардо да Винчи, Альцгеймером не страдали. Почему? Потому что творческая деятельность предоставляет мозгу возможность самокомпенсации и возрастает количество нейронных связей, то есть вот с интеллектуальными хобби, как бы, у людей это как бы Альцгеймера, ну, не знаю, предотвращает или как, сдерживает там и так далее. Вот это про здоровье, то, что вы просили. Очень часто люди спрашивают, можно ли зарабатывать лоскутным шитьем. Вот это одеяло покрывало фараон, которое продается на ярмарке мастеров. Это реальный прямо вот скан с ярмарки мастеров. Вообще, на самом деле, чтобы продавать, должно быть три фактора, как минимум три фактора. Вот слева и справа сейчас это фотки из личного аккаунта и из группы нашей ученицы Натальи Спиртус из Симферополя, которая у нас проходила обучение. Чтобы хорошо продавать в интернете, должны быть три фактора. Первое. Вы должны знать целевую аудиторию. Кому вы продаете? Работающим бабушкам, которые хотят купить внукам, туристам, которые хотят купить мелочевку или обитателям рублевки, которые нужно там огромное одеяло на огромную кровать какую-то. Это первый фактор. Знание целевой аудитории. Второе. Это выбор правильного канала сбыта. То есть, как вы продаете? Возможно, там вы продаете просто на рынке, если туристам какие-то шняжечки, там плюшечки, подарочки. Возможно, вы продаете через интернет. Вот я активно продавала через интернет. Ну и третий фактор хороших продаж. У вас должен быть качественный продукт. Нельзя шить эти продукты. Ну, вы сами все понимаете. На продажу тяп-ляп. Шьем технологично, со вкусом, красиво, модно. Вот как создавать качественный продукт? Вот этому мы точно учим с вами на курсе, учимся с вами на курсе ремеслов. Вот добренькая Ирина Юрьевна, которая, вот, пожалуйста, вот первая фотка. Это она на фоне одеяла лоскутной квадраты. Вот там у нее вокруг света за спиной. Вот стежка идет, одеяло, смотрите. Вот идет у нас уже готовая одеялка. Народ, видите, тестирует как бы. Вот Ирина Юрьевна в одеялке, и вот еще по курсу цветоведения. То есть, очень-очень много. Все это мы с вами учим. Вот это моя личная страница на Ярмарке Мастеров. Я сказала вам, что продаю из интернета, через интернет. Вот, пожалуйста. Значит, какие соцсети мы можем использовать? Вот вам прекрасная картинка. Ярмарка Мастеров, Инстаграм, Пинтерист. Сейчас неплохо продает. Фейсбук продает, группы ВКонтакте продает. Еще привез новая сеть ТикТок. Можно продавать сейчас и там. Ключевой вопрос философии. Как выглядит наш курс по лоскутному шитью? Я вам уже пела тут песню, что да, курс ремеслова самый сильный. Сильный курс лоскутного шитья в России. Что от нас Академия интернет предпринимательства, я уже заговариваюсь, наградила там специальным Оскаром за то, что он самый хороший курс. Да, вы здесь научитесь шить красиво, легко и правильно. Да, вы сможете шить для своей семьи, для родных и близких. Вы будете, сможете, если захотите, создавать лоскутные вещи на продажу. И я считаю, что это самое главное. Все-таки этот курс позволяет вам в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Этот курс мы с Ириной Юрьевной писали сердцем. И если вам сейчас сюда не нужно, потому что мы не хотим видеть на этом курсе диванных критиков, это вот которые сидят на диване и говорят, ой, 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 ой. Мы не хотим видеть тех, кто не желает руки приложить. И мы не хотим видеть тех, кто пришел нам доказать, что вот это все не работает. Кого мы на самом деле хотим видеть на курсе ремеслов? Мы хотим видеть людей, готовых учиться, которые готовы внедрять полученные знания, умения в жизнь. Мы хотим видеть людей, которые хотят, которые всю жизнь мечтали заняться творчеством. Как правило, это люди, которые застряли в рутине, которые нуждаются в движении, в свежем ветре. Мы хотим видеть начинающих, опытных рукодельниц, которые желают двигаться вперед. И мы хотим видеть людей, которые хотят стать нашей следующей историей успеха. Потому что, кто знает, может быть, через два-три вебинара и ваши работы, и ваши высказывания я буду показывать, рассказывать. Итак, в нашем курсе ремеслов 10 частей. 4 части в начальной школе и 6 частей в средней школе. Начальная школа состоит из 4 частей или из 4 модулей. Первый модуль – вы получаете основное понятие о лоскутном дизайне. Осваиваете графическую подготовку. Вот то, что ни на каких мастер-классах в Ритубе вы этого не получите. Вы получаете полноценное знание по правильной организации рабочего места. И на первом модуле вы создаете два первых блока. Это диагональная полоска и колодец. Вот колодец сейчас на фото, видите? И вы на втором модуле осваиваете 4 классических блока. Русский квадрат, ананас, он же шишка, полотно из квадратов и узоры с прямоугольных треугольников. Третий модуль. Вы уже шьете сложные блоки, способные придать необычайный шарм любой лоскутной работе. Четвертый модуль начальной школы. Вы изучаете основу технической стежки. Вы учитесь оформлять готовые изделия окантовкой. Вы сами сделаете сборку одеяла, подведете итоги начальной школы. И еще получите статки. Бонус смальта. Вот он на фото. Не буду вас мучить. Это смальта. Шитая из всех кусочков. Вот такие узоры создаются в технике смальта. Но это вам бонус бесплатно. Вот посмотрите, пожалуйста, после начальной школы. Татьяна Карболина. Училась в Томске 30 лет. Проживала в Алма-Ате. Сейчас живет в Воронеже. Работала инженером-бухгалтером. Ну вот посмотрите, кто на заднем плане. Какой счастливый человечек. Рядом с одеялком начальной школы. То есть уже счастливая физиономия потребителя. Как бы говорит о том, что сделано все это совершенно не зря. Вот готовая вещь, которую Татьяна Карболина сшила сама для своего внука. Мы поговорили о начальной школе. И поговорили, что после начальной школы вот такое одеялко вы все гарантированно шьете. Что Ирина Юрьевна Муханова вам дает такую методику, такую методологию. Четко следуя которой вы выходите на готовые вещи. Москутное одеяло. Ну, как правило, никто на этом не останавливается. Все дальше бодро топают в среднюю школу. И здесь начинаются песни и танцы народов мира. Потому что здесь мы осваиваем продвинутые техники воспитания шитья. Пятый модуль средней школы начинается со знакомства с основами цветоведения. Это то, что все так из вас жаждут как бы. И вы пробуйте свои силы в создании таких блоков, как сложных уже. Ирландская цепь, вокруг света, паутина. Вот это на фотке головоломка каменщика. Ну, очень сложные блоки как бы. Ну, вы уже имеете подготовку из начальной школы. А вот шестой модуль средней школы. Сложные технологические приемы. Что вы видите на фото? Это же объемные кубики вообще. Блок, который очень трудно шить как бы самостоятельно. Ну, вот здесь вот. А мы переходим к седьмому модулю. Здесь вы соберете блок в технике Крейзи. И изучите технологии сборки криволинейных узлов. Четверть круга, веер, бабье лето. И получите все основы криволинейной сборки. Восьмой модуль. Это чумовые блоки звезды. Морской компас. Это подсолнух. Это дрезденские тарелки. Это кленовые листья. На фото звезда Вифлеема. Это просто чума. А вот девятый модуль. Это техники аппликаций. Это накладная аппликация. Это аппликация в гавайском стиле. Смотрите, вот она на фото. Это прорезная аппликация Балтимора. И это техники витража и коллажа. И, наконец, десятый модуль. Это стежка застилочные узоры. Это сборка. Вот она на фото. Дипломное одеяло. И это два бонуса еще. Подушка герберы. И эко-сумка в стиле псевдо-тропунта. Специально вам не буду показывать, чтобы вы хотели прийти и шить еще вот герберы и эко-сумку в стиле псевдо-тропунта. А сейчас я покажу вам Ирину Серегину. Кот, пожалуйста. Я Ирина Серегина. 25 лет живу в Подмосковье. Лоскутным шитьем заинтересовалась 3 года назад, когда по семейным обстоятельствам ушла с работы. Осваивать новый вид рукоделия начала самостоятельно. По роликам в интернете и мастер-классам в Инстаграме. И здесь меня поджидала встреча с Владой Христенко в одном из лоскутных эфиров. Ирина Серегина человек решительный. Она решила покорить сразу две ступени. начальную и среднюю школу и ни минуты не пожалела об этом. Это все вот в этом письме написано. Ей очень понравилась Ирина Юрьевна. Замечательная по структуре рук, теплая домашняя интонация. Кажется, что сидишь напротив, и мастер рассказывает только для тебя. Ирина Серегина. Полученные знания приема лоскутного шитья вывели мои работы на другой уровень. Советую пройти курс в Академии, чтобы шить не только красиво, аккуратно, но технически правильно, а следовательно быстро. Посмотрите, вот реальное одеяло, которое шила Ирина Серегина. Красиво. У нас есть блок начальной и средней школы, где есть основные модули. Я их называла вам. Четыре блока в начальной школе. И у нас есть шесть модулей в средней школе. Четыре модуля в начальной школе – это вот эта одеялка вверху. Шесть модулей в средней школе – это одеялка внизу. И помимо этого вы получаете доступ в закрытое сообщество. Это бесценно. То есть общаться в компании единомышленниц – это просто бесценно. У нас к десяти модулям начальной школы есть еще двенадцать бесплатных приложений. Это мастер-класс «Текстильная сумка-коробка хозяюшек». Это марафон по шитью лоскутной юбки из джинсов. Это юбка ГД. Вот фотка слева вверху с набором кризи. Чумовая, чумовая юбка. Если вы покупаете курс, вы все это получаете бесплатно. Это лоскутная жилетка «Яркая весна». Вот она, жилетка внизу, в правом нижнем углу. Вы шьете ланчмат в технике акварель. Это курс прямо есть по ланчмату в технике акварель. Лоскутный кланч из кромок. Вот он тоже внизу, прямо под этим синенькой вкладочкой. Вот, посмотрите, ланчмат в технике акварель. Вот вы видите подушку справа в серединке. Подушка антидепрессант «Крымский мак» и чума просто. Помимо этого, вы получаете два сертификата, два диплома о покончании курса «Ремесло» начальной и средней школы. Между прочим, их не стыдно повесить на стенку. Почему? Потому что, во-первых, повесить на стенку красиво, а во-вторых, если вы вдруг захотите преподавать в каком-то кружке, ну, например, детском кружке там, или кружке для пенсионеров по лоскутному шитью, вот с чем вы придете к управляющему или директору Дома культуры? То ли вы пришли и сказали, ой, я тут умею шить лоскутное шитье, то ли вы принесете два диплома. Диплом об окончании начальной школы, диплом об окончании средней школы. Круто? Да. А если вы еще начнете участвовать в выставках, то после каждой выставки участникам выдают диплом. И вот вы приходите преподавать, да, вы приносите два диплома и еще пачку всяких сертификатов со всяких выставок. Круто? Реально круто. Бонус девятый – это пиар работ финалиста, кто у нас закончил школу. В моих соцсетях и сообществах. Но те, кто у нас закончил школу, те знают, что про них весь лоскутный Инстаграм пишет, весь лоскутный Фейсбук и весь лоскутный ВКонтакте. Причем ВКонтакте у нас есть группа Академии лоскутного шитья. Очень многие там выкладывают свои работы, слава Богу. Значит, еще бесплатно, ну на самом деле это стоит там денег серьезных, а вы получите набор тематических видеосборников, вы получите одиннадцатый бонус, набор чек, семечек листов и лоскутниц. И, внимание, если вы покупаете курс весь сразу и единовременно, вы получаете часовую консультацию у лучшего мастера России Ирины Юрьевны Мухаммановой. Кто может, приезжает живьем, кто не может, приезжает по скайпу. Ой, девочки, мы не садисты. Цена, вот реальная оценочная стоимость всего, что я вам сейчас называла, 10 минут, это действительно 185 300. Ну, давайте по-честному как бы, да? Вот если курс «Ремесло» позволит вам реализовать ваш творческий потенциал, улучшить здоровье, зрение и настроение, позволит создавать уникальные авторские вещи для семьи и близких, даст возможность достойно зарабатывать «Ремеслом», быть частью лоскутного сообщества, быть частью компании-единомышленниц, если курс «Ремесло» вам позволит участвовать в выставках, в фестивалях и сообществах, вопрос, стоил бы он этих денег? Вы мне, конечно, скажете, да, стоил, ну, вот это дофига круто, где денег взять, как бы, да? Спокойно. Значит, этот курс, он будет стоить даже не 150 тысяч, даже не 120 тысяч, даже не 100 тысяч и даже не 80 тысяч. Цена этого курса сегодня 64 по 700 рублей. Значит, если вы хотите купить этот курс, действуйте прямо сейчас, под презентацией наши ребята-модераторы вывели кнопку «Хочу в курс «Ремесло» все и сразу». Достаточно нажать кнопку и сделать заказ. Заказ, на самом деле, это вот не то, что вы сразу подписались. Вы можете сделать заказ и там какое-то время еще подумать, как бы. Ну, лучше действовать, конечно, прямо сейчас. 21-х людей, которые полностью оплатят пакет «Ремесло» единовременным платежом, получают в подарок тройку набор из трех тканей для пэтчворка размером 50 на 50 сантиметров. Внизу кнопочка вот тут вот «Хочу в курс «Ремесло» все и сразу как бы». На свой курс я даю железную гарантию возврата денег. Если вы оплатили курс и если вам вдруг в течение двух недель что-то не понравилось, вам некомфортно, что-то вот прямо вот что-то вам совсем не так, вы вправе мне написать «Лада, я не хочу». И после этого письма я тут же возвращаю вам деньги. Ну, естественно, я закрываю вам все доступы к курсу, понятно, но без проблем я возвращаю вам деньги. Правда, у нас почему-то все после двух недель залипают, как бы идут дальше-дальше и еще рекомендуют родным, друзьям и знакомым, подругам этот курс, как правильно. Такие случаи у нас не единичные, как бы. Ну, поэтому не надо никаких решений стратегических принимать, там говорить «Все, как вам от головы». Попробуйте. Впишитесь в курс, подойдет прекрасно, продолжаем. Поэтому даю вам железную гарантию возврата денег. Кстати, должна сказать, что у нас был один случай возврата, полные суммы, это было где-то в середине января. У нас девушка, назовем ее фамилию, имя назову, фамилию не буду, конечно, назовем ее Зинаида, как бы. Она купила курс, через несколько дней у нее случилось в семье большое несчастье, в общем, сразу трое родственников попали в больницу. Она мне сказала, вот такая ситуация, форс-мажор как бы без проблем. Вот я в тот же момент ее деньги перечислила назад. Клянусь, могу подтвердить слипом там и так далее. Давайте теперь как оплатить. Значит, на самом деле оплатить просто. Вы нажимаете кнопочку внизу, попадаете вот в такую вот опцию, нажимаете кнопочку оплатить. Естественно, тут надо указать вашу электронную почту, ваше имя и фамилию, указать ваш телефон. Оплачивать можно банковской картой и мастер-карт, можно оплачивать PayPal, но этим, как правило, пользуются те, кто у нас живет за границей. Можно оплатить картой, как в обычном магазине, можно оплатить через PayPal, можно оплатить просто по номеру телефона. Вот, допустим, если вы хотите оплачивать, вы просто вводите номер карты и спокойно оплачиваете. Если кто-то хочет рассрочку, вы можете оплатить этот курс в рассрочку. Значит, никаких процентов за рассрочку я с вас брать не буду. Но вы получаете курс, примесло, начальную и среднюю школу полностью. И вы получаете в рассрочку три бонуса. Подушку Герберы, эко-сумку в технике псевдотропунта вы получаете бонус начальной школы в технике с Мальта и вы получаете доступ в закрытые сообщества Лоскутниц. Это бесценно. Но вот те все большие бонусы вы будете просто покупать по мере необходимости со скидками еще как-то. Но вот классический модуль курса ремесло 10 модулей вы получаете в рассрочку. Рассрочка 10 частей. Вы можете купить одну часть посмотреть. Можете взять в рассрочку только начальную школу. Никто вас дальше не гонит. Никто не кричит деньги давай-давай. Проходите в удобном вам режиме. Кто-то проходит начальную школу за 17 дней. Кто-то за 7 месяцев. И это в принципе ваше право. Железное правило. Вы ничем не рискуете. То есть и на рассрочку, и на единовременный курс я вам даю железную гарантию. Если у вас что-то не получилось, если у вас что-то как бы некомфортно, вы вправе мне написать Лада в течение двух недель. Лада, я две недели попробовала. Если не подошло, я вам тут же возвращаю деньги. Но, как правило, народ залипает, вовлекает в сообщество Лоскутин с еще родных друзей и знакомых. Такая немножко грустная история. Ведь не секрет, что когда мы становимся старше, мы уже меньше кому становимся нужны. То есть у нас больше обязанностей по отношению к детям и внукам. У них свои дела. У внуков школа, у детей работа. И вот так, чтобы они возле вас скакали и преданно заглядывали в глаза и говорили «А кому это одеялко? А ты мне сошьешь одеялко?» Вот многие наши ученицы сейчас уже рассказывают, что возле них вот так вот скачут и говорят «Бабушка, бабушка, а нам когда одеялко? А нам когда одеялко?» И вместо какой-то вот такой ну не совсем бесполезный, ну такой уже как у бабушки, вы становитесь центром протяжения вашей семьи. Все говорят «Ой, а нам же одеялко, а нам же одеялко?» На самом деле я еще вот что хочу сказать. Детская одеялка стоит порядка 10-15 тысяч хорошая с инсулейтом. Взрослая одеялка от 30 до 40 тысяч. Вы вообще понимаете, что сэкономленные деньги это заработанные деньги. То есть вот вы шили в свою семью одеяло, да, ну вы потратили там на ткани, допустим, там 5 тысяч, там 6 тысяч. Вы шили одеяло за 30-ку. Вы понимаете, что в этой семье, вы своей семье этим сэкономили, я извиняюсь, 25 тысяч. То есть одеяло есть, оно стоит по рынку 30-40, ну ладно уж не будем 40, как бы 30. Вы 25 тысяч своей семье сэкономили. Девочки, смотрите, вы молодцы. Огромное вам спасибо. Значит, сейчас мы с вами вебинар завершаем. Со всеми прощаюсь, всех обнимаю, всем удачного дня, переходите по ссылке, заходите в курс и скачивайте презентацию. Всем пока-пока-пока, всех обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok